Каждые 5 лишних килограммов увеличивают риск рака молочной железы, толстой кишки и поджелудочной железы почти на 10%. А для тех, кто уже прошел курс онкологического лечения, контроль веса это залог снижения вероятности рецидива и поддержания крепкого иммунитета. Задумайтесь, снижение веса всего на 5-10% от массы тела способно изменить ситуацию в лучшую сторону. Лишний вес это не только эстетическая проблема, но и мощный катализатор онкологических заболеваний. Меня зовут Анастасия Мочалова, я доктор медицинских наук, врач-онколог с 20-летним стажем. В этом ролике вы узнаете 10 простых, но невероятно эффективных правил похудения, которые не создадут стресс для организма и помогут не только сбросить вес, но и снизить риски первичной и вторичной онкологии. Посмотрите до конца, потому что четвертое и особенно девятое правила являются ключом здорового веса. Почему я, будучи онкологом, решила снять ролик про ожирение? Я каждый день вижу, что лишний вес это не вопрос эстетики, а один из самых сильных, но по-прежнему недооцененных факторов риска многих проблем со здоровьем, в том числе и онкологических заболеваний. Приведу 6 ключевых факторов, которые делают тему ожирения, важные с точки зрения профилактики онкологии. Факт первый. Ожирение официально признано канцерогенным. Международная организация здоровья относит его к причинам как минимум 13 видов рака. Рак молочной железы после менопаузы, рак толстой кишки, эндометрия, поджелудочной железы, печени и других. Факт второй. Масштаб эпидемии огромен. Уже один из восьми жителей планеты живет с ожирением. Из двух с половиной миллиардов взрослых с лишним весом почти 900 миллионов страдают ожирением. Факт третий. До 18 процентов всех случаев рака и 16 процентов смертей в США связаны с избыточной массой тела, физической инертностью и неправильным питанием. Факт четвертый. Метаанализ 46 исследований показал увеличение на 28 процентов риска рецидива и на 34 процента снижение общей выживаемости у пациентов с ожирением при эндометриоидном раке и при других локализациях. Факт пятый. Крупное когортное исследование 24 года показало, что комбинация висцерального жира инсулинорезистентность усиливает канцерогенный эффект. Факт шестой. Ожирение омолаживает онкологию. В Европе рост смертности от колоректального рака среди 25-49 летних пациентов напрямую связан с эпидемией лишнего веса и алкоголя. Если у вас есть ожирение, лишний вес, то думаю вы понимаете как важно с этим работать. И так вот, 9 правил фундаментальных, которые помогут вам справиться. Первое и самое фундаментальное правило похудения это отрицательный энергетический баланс. Проще говоря, необходимо создать дефицит калорий. Потребляйте меньше калорий, чем тратите. Не нужно голодать. Цель умеренно снизить ежедневный баланс. Тут, конечно, важно проконсультироваться с диетологом и разработать индивидуальный план. Если вы питаетесь слишком скудно, организм входит в режим экономии. Замедляется обмен веществ, снижаются защитные силы, начинается воспалительный стресс. Вместо резких ограничений снижайте порции на 10-15% и заменяйте высококалорийные продукты на легкие аналоги, чтобы при том же объеме тарелки получать меньше калорий. Например, вместо жареной курицы запеченная, вместо майонеза нежирный йогурт. Через пару недель вы уже увидите результат. Правило второе. Сконцентрируйтесь на качестве пищи. Еда, конечно, не профилактирует рак, несмотря на популярные видео, где об этом рассказывают. Но здоровое питание в целом очень важно, чтобы не допустить возникновения факторов риска. Поэтому откажитесь от пустых калорий и выберите натуральную еду. Белки, куриная грудка, рыба, яйца, бобовые, овощи. Кстати, цвет овощей никак не связан с их противоопухолевыми свойствами. Это миф. Также свежие фрукты, цельнозерновые крупы и орехи. Эти продукты насыщают надолго, укрепляют иммунитет и снижают воспаление. А именно, воспалительные процессы провоцируют рост опухолевых клеток. Ставьте на первое место свежесть и простоту, а не пакеты с диетическими печеньями. Правило третье. Увеличьте потребление белка. Я про белок уже говорила, но стоит отметить еще несколько моментов с ним связанных. Главный источник биодоступного белка – это мясо. А про мясо в контексте онкологии говорят очень много в последнее время. В основном в негативном ключе. Абсурдность этого негатива в том, что белок – это главный строительный материал для наших органов, тканей, организма в целом. Он помогает сохранить мышечную массу, а мышцы, в свою очередь, сжигают больше калорий и помогают иммунитету оставаться на острие и обороне. Цель – 1,2-1,5 грамм белка на каждый килограмм идеального веса. Это легко. Начинайте утро с омлета или творога, берите с собой на перекус горсть орехов или йогурт, а на обед добавьте к салату куриную грудку или кусочек рыбы. Даже если вы вегетарианец, фасоль, чечевица, соевые продукты, тофу – это тоже хорошо. Такой рацион не только стройная талия, но и крепкий иммунитет, который поможет снизить риски онкологических заболеваний. Правило четвертое. Регулярно занимайтесь физической активностью. Наряду с первым правилом можно сказать, что это правило также имеет фундаментальное значение для профилактики онкологических заболеваний. Речь не про тяжелую атлетику, не про изнурительные пробежки и не про тренировки в зале до седьмого пота. Легкая прогулка в быстром темпе, 30 минут кардио или набор базовых упражнений с собственным весом – все это уже очень полезно. Делайте то, что позволяет вам состояние вашего тела. Почему это важно? Кардио и силовые нагрузки уменьшают воспаление, улучшают настроение, ускоряют метаболизм, что помогает не только сжигать калории, но и укреплять иммунитет. Цель – это 150-300 минут умеренной нагрузки или 75-150 минут интенсивной в неделю. Начните с трех 20-минутных сессий, постепенно добавляя время и вариативность. Йога, плавание, танцы – главное доступность и регулярность. Каждый выполненный комплекс – ваш личный вклад в снижение онкологических рисков, в поддержание стройного тела. Если вы будете худеть только за счет питания, то вы будете терять вес, но не за счет жира, а за счет мышц, а это очень плохой сценарий. Правило пятое – придерживайтесь сбалансированного питания, чтобы получить все необходимые нутриенты. Часто пациенты ходят с дефицитами и пытаются их возместить за счет БАДов, но это не решение, вернее, не долгосрочное решение. Правильнее будет придерживаться рационального питания, сбалансированного. Как же это сделать? Представьте тарелку, половина овощи, четверть белок, четверть сложные углеводы. Используйте мерные чашки или простое правило ладони – порция мяса размером с вашу ладонь. Порция крупы сожмите в кулак, жуйте медленно и останавливайтесь при легком чувстве сытости. Насыщение приходит через 15-20 минут после начала приема пищи. Такой подход поможет избежать переедания и поддерживать ровный дефицит калорий, не создавая стресса для организма и снижая факторы риска рецидива. Но если вы будете использовать приложение для измерения колоража, то в целом проблема переедания технически исчезнет. Также в этих приложениях можно получать примерные значения белка, жиров, углеводов, сахара, потребляемые за выбранный период времени. Правило шестое – введите пищевой дневник. Пациенты с лишним весом, приходя к эндокринологу, часто говорят, что они питаются правильно, питаются регулярно, иногда могут себе лишнего позволить, но в целом соблюдают правила питания. И задают вопрос, а почему же я не худею, а даже набираю вес? Если у вас такая же ситуация или вы не хотели бы с ней столкнуться, то введите пищевой дневник. Это правда полезно. Записывайте все, что попадает к вам в рот. Время, блюдо, количество и даже настроение написать. Такой журнал превращается в карту ваших привычек. С помощью записи вы сможете скорректировать рацион, заменить сладкие латты на воду с лимоном или добавить больше овощей в перекус. Осознанность – это ключ к стабильной стройности и снижению воспалительных процессов. Правило седьмое. Спите достаточно и качественно. Недосып – это не только про сонливость, но и про гормональный дисбаланс. При хроническом нехватке сна растет уровень грелина, гормона голода, падает лептин, который отвечает за насыщение. Результат – желание хватательного питания ночью и, соответственно, лишние калории. Стремитесь к 7-8 часам качественного сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Создайте комфортную темную тихую обстановку в спальне. Хороший сон помогает организму восстанавливаться, поддерживает иммунитет и способствует стабильному весу. Правило восьмое. Избегайте строгих диет и читмилов. Чрезмерное ограничение – это ловушка. Организм воспринимает это как стресс и впадает в состояние накопления. А один читмил часто превращается в полномасштабный срыв. Лучший путь – это гибкость. 80% времени вы придерживаетесь здорового рациона, а 20% допускаете любые вкусности без чувства вины. Это может быть кусочек темного шоколада или бокал сухого вина без переедания. Такой подход помогает сохранять мотивацию, избегать стресса и поддерживать ровный дефицит калорий, что критично для долгосрочного снижения веса и профилактики рецидива. Девятое правило. Поддерживайте водный баланс и откажитесь от жидких калорий. Следите за тем, что вы пьете. Удивительно, но одна из самых недооцененных стратегий похудения – обычная вода. Исследования 23-24 года показали, что люди с лишним весом, выпивавшие пол-литра воды за 30 минут до каждого приема пищи, теряли вес на 50-90% быстрее, чем контрольная группа, при этом сохраняя мышечную ткань и метаболизм. Одновременно исключение жидких калорий автоматически создает ежедневный дефицит на 200-400 калорий без чувства ограничения, а снижение сахара и алкоголя уменьшает канцерогенную нагрузку. Все это помогает быстрее сбросить жировую массу, поддержать иммунитет и дополнительно снизить риски первичной и вторичной онкологии. Десятое правило. Будьте последовательны и терпеливы. Здоровое похудение – это марафон, а не спринт. Реалистичная цель – полкилограмма в неделю, медленное, но устойчивое снижение без качелей веса. Отмечайте каждый маленький успех – минус 500 грамм, улучшение самочувствия, увеличение выносливости. Визуализируйте результат, заводите фото до и после, записывайте в дневник настроение и энергию. Постоянство – ваш главный союзник. Небольшие ежедневные шаги ведут к большим изменениям. Такой метод убережет вас от стресса, укрепит иммунитет и поможет снизить риск появления и рецидива онкологии. Ведь стабильность – это лучший фундамент для здоровья.